Красота как товар, а мы готовый продукт, который из нас сделали еще на региональном этапе. Так отзываются о своем участии финалистки всероссийского конкурса «Краса России-2015». Александра Боболева и Валерия Васильева достойно выступили в Москве. Но обе красавицы уверяют, своим успехом они обязаны подготовке, которую им дали еще в родном городе. В Москве это все более масштабно, все более так распиарено и более известно. Но в Первоуральске я, например, для себя лично почерпнула намного больше эмоций, навыков и каких-то приобретенных знаний. Потому что здесь в нас действительно вкладывались, в Москве, и приехал уже, грубо говоря, готовый продукт. Александра стала пятой красавицей России, а 18-летняя Валерия – четвертой юной красой России. Первому выходу на сцену предшествовала трехнедельная подготовка. Девушки рассказывают, долгое время находились в стенах гостиницы. Ни шагу нельзя было сделать без ведома организаторов конкурса. Тяжелее всего такую изоляцию переносила Валерия Васильева. Оказавшись на столь долгий срок без родительской поддержки, юная конкурсантка сильно разволновалась. И перед выходом на творческий конкурс даже поменяла песню. Она сориентировалась в ситуации, поняла, что сейчас песню про маму она спеть вообще не сможет. Она будет рыдать, потому что песня невероятно трогательная. И когда ты там все-таки, Лерочка, у нас ребенок, да, и мы только, наверное, можно я к тебе прижмусь? Я говорю, иди ко мне, мы обнимаемся с ней. Сейчас, когда уже все позади, можно задуматься о будущем. Валерия совершенно не видит себя в модельном бизнесе. Говорит, главное для нее сейчас – это получить высшее образование. Что же касается Александры Боболевой, то со сценой она прощаться не намерена. Тем более, что организаторы регионального конкурса хотят привлекать красавиц к различным мероприятиям и в дальнейшем. Естественно, мы, как оргкомитет проекта, заинтересованы в том, чтобы продвигать девушек, чтобы все узнали, что в Перворальске у нас есть и конкурсы, и такие победительницы, и финалистки московского конкурса. Мы нацелены на то, чтобы девочек привлекать и в показы, и в фотосессии, и в печатные какие-то издания. То есть мы будем стремиться к этому. Что же касается следующего регионального этапа красы России, который уже традиционно пройдет в Первоуральске, то здесь организаторы обещают, что конкурс будет еще интересней. Ведь с 2015 года этот город признан региональной столицей уральской красоты. Александр Перминов, Сергей Шемет, Интера ТВ